Здравствуйте! Новогодние застолья и сытные праздники не прошли мимо. Каким-то невероятным образом образовались лишние килограммы на талии. Как вернуть себе хорошую физическую форму и самочувствие? Давайте разбираться в этом вопросе вместе. Многие рекомендуют делать салаты с экзотическими фруктами. Есть хурма, написано Корея. Один килограмм стоит 214,45. Рядом лежит папайя. Килограмм филиппины 252 рубля. 610 граммов этот фрукт 153,99. Драгон фрукт КНР килограмм 175,45. Вот такой вот очень красивый фрукт, но я ни разу не пробовала. Я не знаю, если кто-то пробовал. Я думаю, что салатик, если делать его с экзотических фруктов, обойдется нам в копейку. Да, после праздников рука так и тянется в магазине к полезному черному шоколаду, мюсли и хлопьям, обещающим стройную фигуру, растворимым супам. Все эти продукты стоят недешево, да и пользы от них немного. Легко ли быть легким? Спросим у покупателей, как они приводят себя в порядок и физическую форму. У вас есть какой-нибудь рецепт после салатиков оливье? Надо меньше есть в празднике. Если вы едите меньше жирного, то я думаю, что и потом не придется это все сбрасывать. Ну а так, мне кажется, все же начинают жить обычной жизнью. Начинаются вот эти вот будни городские, когда ты много ходишь по делам и многие занимаются спортом. Ну, каждый входит в свой ритм жизни и так потихоньку все сбрасывается. У вас есть какой-нибудь рецепт после салатиков оливье, после селедки под шубой? Прогулка на пляжу вот. Прежде всего взять себя в руки, наверное, это самое первое. И обратиться, я думаю, к специалистам. Сейчас мы далеко шагнули вперед, когда может доктор тебя посмотреть и назначить адекватную тебе терапию. На протяжении 10 дней мы вернемся в форму. Ну, естественно, это никто не отменял, да, наш любимый спортзал. Ну и, наверное, диета. Не кушать. Ну, как не кушать? Ну, совсем же не кушать не получится. Ограничить себе после праздника. Хотя бы сесть на диету. Чтобы выяснить, как побороть постновогодний зверский аппетит, я пригласила врача-диетолога Татьяну Юрьевну Гартсман. Как вернуться к здоровому, нормальному питанию? С чего начать? Очень часто проблема стоит не совсем так. Хотят не просто вернуться к здоровому питанию, но при этом еще и похудеть. Вот хочу предостеречь, не нужно впадать в крайности. Нужно постараться вернуться к своему обычному рациону. Этот рацион должен быть, конечно, здоровым. И включать обязательно кисломолочные напитки. Не зря я вас здесь именно ждала. Потому что именно кисломолочные напитки, кефир, например, можно с него начинать день. Можно стакан кефира выпить перец с ног или стакан йогурта. Но это должны быть нежирные молочные продукты до 3% жирности. Должны быть, если йогурты, то без искусственных наполнителей, без крахмала и без сахара. Пищеварение, которое пострадало в результате переедания в новогодние рождественские праздники, с помощью таких напитков будет, конечно же, налаживаться. Хочу предостеречь против использования гранол, дорогих мюсли и так далее. Обратите внимание на количество сахара и на калорийность этих продуктов. Ведь можно сказать все, что угодно. Фитнес, мюсли, спортивное питание и так далее. Но не забудьте, пожалуйста, про обыкновенную овсянку. Как источник пищевых волокон, поддерживает, опять же, нашу собственную с вами микрофлору, действует как пылесос, буквально, собирая весь накопившийся мусор в кишечнике и выводя его безболезненно наружу. Вот еще один замечательный продукт для восстановления после праздника, в том числе новогодних, морская капуста. Это морепродукт, это растительный продукт, это замечательный источник йода, это поддержание нашего, опять же, иммунитета, функции нашей щитовидной железы. Не только в послепраздничном меню нужно иметь морскую капусту, но и в еженедельном меню. Возьмите за правило раз в неделю употреблять морскую капусту в виде супа, в виде гарнира, в виде салата, в любом виде. Расскажите что-то еще, чем можно свой пополнить рацион здорового питания. Это, конечно, квашеные продукты, потому что молочно-кислые бактерии не только в кисломолочных продуктах, но и в квашеных продуктах. Например, вот квашеная капуста к вашему ужину сегодня рекомендую. Обязательно добавьте туда квашеные помидоры, обязательно. Обязательно не забудьте квашеные бочковые огурцы, немножечко паровой рыбы и небольшой кусочек цельнозернового хлеба. Этот ужин позволит вам восстановить ваше здоровье на все 100%. В качестве напитков я бы рекомендовала использовать не модные какие-то соки, сахаросодержащие, тем более не сладкие газированные напитки, а обычный хороший качественный чай, листовой, заварной. Это может быть зеленый чай, это может быть черный или красный, как правильно его называть чай. Правильно заваренный. Чай содержит массу витаминов, которые полезны в том числе и для пищеварения, и для оздоровления стенки кишечника, и для повышения общего тонуса организма, что нам крайне необходимо в период после праздников. Можно здоровое питание составить из наших приморских, российских продуктов и не покупать ничего импортного, правильно? Совсем не обязательно покупать дорогое. Здоровое – это значит простой продукт, который вряд ли будет стоить дорого, почти всегда так. Спасибо огромное, Татьяна Юрьевна. Ну а мы с вами отправляемся на кухню. После сытных праздников хочется чего-то легкого, простого и вкусного. Сергей, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы приготовим салат с гребешком и карамелизированным аббегейским сыром. Для этого нам понадобится лист салата, мята, базилик, сам гребешок, адыгейский сыр, клубника, апельсины, сок лимона, соевое масло, мед и помидоры черри. Начнем с подготовки всех ингредиентов. То есть нам понадобится филе апельсина. Ребята, я хочу заметить, что сегодня мы готовим из наших приморских продуктов. Это приморская брынза, это зелень наша приморская. Гребешок тоже приморский? Да, конечно. Вот такой маленький, красивый приморский гребешок. Сереж, вот ты как шеф-повар, какие продукты ты предпочитаешь? Приморские или импортные? Что ты выбираешь? Я использую разные продукты. Ну, конечно, стараюсь придерживаться нашим местным продуктам. Приморская зелень, овощи наши приморские, морепродукты стараюсь использовать наши приморские. Любая хозяйка дома при соответствующих ингредиентах может приготовить, да, такой салатик? Да, да. А чем можно заменить, допустим, гребешок? Вот если нет дома сейчас гребешка, ну нет гребешка, в холодильнике. Он как и не был готов. Думай. Ну, курицу, наверное, можно заменить, я думаю. Отварной, да? Просто отварить курицу? Лучше, наверное, ее прижарить на сухой сковороде. В принципе, мы все подготовили. Теперь нам надо будет обжарить наш гребешок и заглазировать наш сыр. Наш сыр готов. Мы его выкладываем. То есть буквально 5 минут, 2 минуты гребешки и 2 минуты сыра. Это вот времени много не занимает. Совершенно верно. Ну все, у нас все ингредиенты подготовлены, заправка у нас готова. Начинаем смешивать наш салат и будем выкладывать. Листья салата мы рвем, выкладываем. Мята тоже рвем и выкладываем. Базилик также рвем. Затем добавляем наши апельсины и помидоры черри. Затем добавляем клубника и заправляем наш салат нашей заправкой. Ребята, ну получается очень необычный салат. И вот с клубникой, с адыгейским сыром, с гребешком. Очень необычный салат. Но все-таки вот я думаю, что нужно будет сделать и попробовать его. Хотя бы один раз, хотя бы один разочек. Сделайте такой салатик, попробовать, чтобы... Елена, наш салат готов. Сергей, спасибо тебе огромное. Я думаю, что получилось просто великолепно. Не обязательно соблюдать в эти дни строгую диету. Добавляйте в свой рацион побольше овощей и кисломолочных продуктов. Готовьте вкусно, с душой и используйте наши приморские продукты. С вами была программа «Попробуй и купи». До новых интересных и полезных встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова